Итак, сходы питомника Хвойный дворик 2020 года. Вот здесь у нас ель голубая, вот эта грядка полностью ель голубая, ель колючая, то есть дошла очень хорошо, было где-то около 6 килограмм, ну как можете видеть она растет плотненько, хорошо уже дала, уже и внутри пошла она, то есть думаю все будет хорошо с ней, то есть была посеяна месяц назад, ну чуть больше, начало июня. Просто не успевали по срокам, посеяли бы раньше, но ничего страшного нету, как видите все нормально. А всхожесть это считается хорошая у него, да? Да, всхожесть это считается хорошая, процентов 70 зашло. Так, ну пойдемте дальше, вернее вот здесь и посмотрим, это Туя колоновидная колумна, тоже схожесть очень хорошая, как можете видеть вот она маленькая, это потом она конечно же стартует и очень хорошо идет, а сейчас пока она такая, к осени она должна набрать и очень хорошо но выдать, но будем смотреть, наблюдать. Вообще теневик сделан 3 метра на 21 метр, метр мы там оставили, то есть по 20 метров две грядки, высота 3 метра, сетка при тенении 50 процентов, здесь сделана гидроизоляция от дождя от града, то есть от капель, которые будут падать, выбивать семена, то есть это все закрывается при сильном дожде, при ливне, это все, конечно же, все закрывается. Пойдемте дальше, посмотрим, здесь конечно надо полоть, вот это полоть все надо, ну вы сами понимаете, что сейчас очень трудно полоть, вообще мы это делаем пинцетом, вообще рекомендуется не полоть, а обрезать, вот если сейчас и тут, чтобы не выдернуть маленькие семья, то есть ждем пока это все более-менее такое будет, ну полоть обычно после полива, дождевых червей очень много было, тоже очень мешали. Ель как удивительно, вот здесь вообще кучность хорошая, прям вот, как ковер, как ковриком, да, если можно видеть, ну это все, конечно, не есть хорошо, лучше пусть они так растут чуть-чуть пошире, чем вот это вот, она ковриком, если дождь или перезалив может быть, то есть может быть совершенно такое, что могут и подгнить. Сходят туи восточная книжка и тут сходят туи обычаи. С этой стороны, вот эта книжка, да, это восточная книжка, тоже все это полится, сейчас очень. Ну она уже вот начала внутри, если видно даже вот, видите уже, ну восточная она хорошо идет поначалу, это западная потом ее обгоняет очень хорошо и вот видите внутри уже она дает, ну будет очень плотно, очень хорошо, думаете. Ну и она не боится переувлажнения, так что ничего страшного здесь нету. Здесь у нас Туя восточная, обычная, на изгородь которая идет, там мы посеяли. То есть она практически ничем не отличается сейчас, в данный момент, ну потом конечно вот и весняк у нас вылез. А вот там поел кто-то, вот тоже борьба идет с этими насекомыми, я не пойму кто там поел чего, или мыши, или кто. Здесь лиственницы чуть-чуть засеяли, ну. Тоже это все прополки, на днях будем пропалывать это все. Пропалывать надо очень осторожно, поэтому мы сейчас не спешим с прополкой. Вот сосны крымские, ну они у нас вот тут, сосна самая нежная считается, но шкоды конечно тоже неплохие, все это постараемся конечно же тоже выходить. Поливаем каждый день влажно, в принципе земля влажная. Сегодня температура 38 была. Ну, как говорится, все впереди, все посмотрим, как все вырастет. Вот эти штучки тоже очень интересные их. Так рукой провел и... Ну сосна крепенькая, она тоже вон уже пошла, видно что и внутри пошла она. Ну, это будут хорошие, хорошие сеянцы уже у нас только в двадцать первом году осенью. Ну а на этом, уважаемые друзья, все. С вами был Евгений Филимонов. Слепитомник, военный дворик. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.